Всем привет! Меня зовут Леша Дмитриев и я обожаю вино и все, что с ним связано. Многие ждали эту дегустацию и я тоже. Вино попало ко мне довольно давно, еще в 2011 году, осенью. Я его положил на выдержку. Винный шкаф, правильная температура, все хорошо, горизонтальное положение. И вот наконец-то в мае месяце 2012 мы пробуем муку Зани 2006 года, которому уже 6 лет. Честно, я не помню, что я пробовал грузинское вино, которому уже 6 лет. Одно из самых таких старых, которые я пробовал. В 90-х годах ко мне, по-моему, не доходили. Хотя, начиная работать в Липском, я должен был пробовать какой-то третий и второй, но как-то в памяти они у меня не отложились. Наверное, были не очень вкусные. Не помню, честно, какой был самый-самый старый винтаж. Итак, муку Зани, микрозона в Кахетии, все знают. И на основе Саперави у нас производят наше вино 12 месяцев выдержки в бочке. Интересно, что в бочке? Бочками ребята обеспечивают себя сами. На путешествия и заезжая на этот завод зимой в Грузии мы были. Отдельный, там буквально в 50 метрах от самой винодели находится бандарный, назову это цех. И обеспечивает себя бочками, это достойно и хорошо. Итак, в цвете что у нас? В цвете, скром честно, что я немного удивлен, потому что вино, я бы на слепой, на винной лихорадке, моей любимой, да, не сказал, что ему 6 лет. Максимум 3-4 года. По цвету, мне кажется, 1008, потому что еще оно темно-рубиновое и присутствуют такие легкие розоватые оттенки в ореоле. Довольно удивительно. Удивительно. То есть, спокойно даже по цвету можно сказать, что вино еще может полежать. В Грузии, из Грузии в Украину его уже больше не привозят, но в Украине еще есть и на полках можно найти, на складе у представителей есть. В 2006 год стоит около 90, 95, 97 гривен до 100 гривен. Честно, я бы испугался этой цены на полке и мне очень бы хотелось 100% быть уверенным, что это вино стоящее. Поэтому мы начнем нюхать его и очень тщательно нюхать. Вино получило 88 баллов по моспитейтеру. Вызов для сомелье. То есть, действительно хочется понять, за что такая оценка. У меня к этому вину два вопроса. Во-первых, оценка, я ее не нашел на сайте моспитейтера. Во-вторых, вино 2006, а дата разлива 11.06. То есть, 2011 года. В 2006 собрали урожай. В 2007 залили в бочку. Пусть. В 2008 разлили в бутылку. То есть, в бутылке, получается, оно лежало. Я надеюсь, что так и было, что оно в бутылке лежало. И потом, как у нас бывает в некоторых принадельных в Украине, непосредственно перед продажей уже клеят этикетку. И тогда, типа, пишут дату разлива. На самом деле, разливалось у нас, скорее всего, в 2008 году. Этот вопрос остается открытым. Я думаю, ребята из Тильяни Велли, которые посмотрят, с удовольствием на него ответят, почему так у нас получилось. Потому что мы пишем, что дата сборигания 2 роки. Но мы же знаем, что вино не имеет гарантийного срока сборигания. Сколько зреет, столько и зреет, да? Представляете, если бы у Петрюса был гарантийный срок сборигания 2 роки. Это просто бред. Что у нас в аромате? Симпатично, симпатично. Аромат абсолютно готового вина. Такое вот немножко несоответствие в цвете и в аромате. То есть присутствуют нюансы красных и черных ягод. И для меня Саперави, я до сих пор помню, когда мы с моим напарником Вовой Нагорной из Липского взяли бутылку Саперави. Я не помню, какая была марка торговая. И мы чуть ли не в парке ее дегустировали. Ну, на заре нашей сомельешной карьеры, да? И до сих пор помню эту гвоздику, эту тонинность, эту насыщенность, наши фиолетовые языки после наших приключений. Так вот, это вино абсолютно готово в аромате, потому что специй практически нет. То есть больше красные и черные ягоды и легкие нотки выдержки. И ванилька, да, и чуть-чуть кедра. Очень приятный душевный аромат, алкоголя вообще не чувствуется. 13% это то, что нам нужно для Саперави. Теперь самое главное, что же во вкусе. Отличное. Отличное вино. Но получает от меня сегодня уже позитивную оценку. Посмотрим еще сколько баллов в конце. Клевое. Вы знаете, можно уже давать оценку такой категории. Я его допью сегодня вечером. Это уже на самом деле о многом-многом говорит, да. Я, во-первых, предложу его жене. Во-вторых, мы еще, скорее всего, и допьем его. Потому что оно абсолютно готовое, приятное. Хотя, хотя. Послевкусие довольно длительное и вино сухое. Тепкость, которая еще есть. Мне кажется, 2-3 года запросто оно еще полежит. Если вы купите сейчас, одну бутылку продегустируете, вторую для коллекции. 2-3 года без проблем. Приятные красные ягоды больше во вкусе. С довольно элегантными тонинами. И уже тут чувствуется и гвоздика, и корица. То есть отличный баланс. Сразу вспоминаю блюдо, которое мы пробовали в Кахетии. Душевно, возле крутого, красивого озера зимой. Хашлама. Хашлама, телятина. Такая горячая телятина на тарелочке. Тебе приносят. И ты должен потрясти, и тот кусочек, который дольше всего вибрирует. Который больше всего танцует на тарелке. Тот самый вкусный, как говорили ребята из Грузии. И нужно выбирать его. Мне кажется, под наше вино было бы идеально. Так, хашлама у меня нет. И честно, в грузинской кухне не силен. Я подобрал хамон. Хамон. Мы постараемся понять, есть ли что-то общее у Грузии и Испании. Простите, что буду жевать. Бомба. Песня. Проявились даже вот больше гвоздички. Больше специи. Такое ощущение, что на мяско кто-то взял сейчас и добавил приправ. То есть вино отлично гармонирует с хамоном. Ну, вечер у нас, Нина с тобой будет сегодня просто шикарный. Вино я отдам 87 баллов от меня. Довроры 87 с плюсом. Честно, не пожалел. Баллов для этого вина. Достойное, приятное. Мне нравится, что оно сухое. Не полусладкое. Теляни Велис сам завод. Могу сказать, что побывав на заводе, не скажу, что он там идеально красивый внутри. То есть, знаешь, не такая там вылизанная, крутая, чистая винодельня. Да, там они сейчас инвестируют. Есть на самом заводе и старые чаны, которые не используются. И новые, да. Из нержавейки. То есть, видишь, что процесс развития идет. Если вы будете на самой винодельне или в Грузии, обязательно попробуйте линейку Масано. Масано – это домашнее задание. Посмотреть, что это за линейка, какие есть вина. Но я вам скажу, что Кацетели Шардоне и Саперави Кабарне Савиньон просто очень вкусные. Очень вкусные. Одни из самых моих любимых, которые я пробовал там в Грузии. Мне очень понравились. От себя хочу задать вам вопрос. По поводу грузинской кухни. Мы продолжаем. Какое блюдо вы умеете готовить дома здесь в Украине? Какое вы готовите, да? Каким блюдом вы удивляете своих друзей? Может быть, у вас есть грузинские какие-то корни, родственники. Они приезжают, и вы вместе на кухне выготавливаете. Не то, что вы покупаете в ресторане, а именно дома, да? Возможно, дома у вас тоже уже имеют какие-то ароматы Грузии. Душевная страна. Мне очень понравилась после путешествия. Абсолютно по-другому взглянул. Очень дружелюбные все ребята. Молодежь прогрессивная. И потому что они там все с айфонами, да? Многие, конечно. Особенно в Тбилиси. А просто, ну, видно, да, что многие на этом английский язык. Многие там стремятся учиться, развиваться. Это радует. Я уверен, что Грузия скоро выйдет на очень интересный, хороший уровень. Дегустируйте вино. Не забывайте делиться своими впечатлениями. Своими впечатлениями. А я продолжу желать хамон. И нашему кузане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!